задача про шары и урны друзья похожую задачу мы решали с вами в комбинаторике только без вероятность подсчет если вам сейчас что-то будет непонятно скорее всего или не скорее всего вам нужно повернуться в комбинаторике решить эту задачу про шары и урны в комбинаторике тот кто понял решение этой задачи в комбинаторике сейчас вам будет очень-очень просто хорошо чем состоит задача ну задача следующем и нарисуем у нас есть пять пронумерованных шаров это значит что шары разные то что них написано разные номера и допустим шесть ячеек они тоже пронумерован шесть урн или ячеек мы раскидываем случайно равны вероятно шары по ячейкам значит что любой шар одной той же вероятности может попасть любую чем вопрос тут будет много вопрос 1 вопрос какова вероятность все шары будут фурне номер один все шары попадут в урну под номером 1 это будет событие и все шары попали в урну классическая схема равняется размер множество и делить на размер омеки чему равняется не 5 6 а 6 5 для каждого шара надо вычесть выбрать байт домик у первого шара 6 опцию 2 шара 6 опцию 3 шара 6 опций правило умножения говорит нам 6 умножить на 6 умножить на 6 умножить на 6 умножить на 6 это 6 5 числите мы хотим чтобы все шары были в первой ячейке это один вариант взятие шары и положить в первую ячейку это ответ единичка делить на 6 несложно второй пункт все шары будут в какой-то одной ячейке какова вероятность что все шары в одной ячейке не обязательно в первой они могут быть все во второй ячейке или в третью но обозначим это событие через это равняется размер множества и событие б делить на размерами что вы можете сказать про знаменатель но знаменатель не изменился в той же самой задаче тот же самый пространство элементарных исход то есть 6 5 давайте почитаем размер множества нам нужно чтобы все шары были пить в одной ячейке решим эту задачу с помощью правила умножения возьмем первый шаг где он может лежать где угодно выберем ему домик один способ из 6 выбираем ячейку для первого шага и кладем оставшиеся все шары обязаны пойти в ту же самую ячейку это один вариант или хоть есть хотите 1 5 1 4 но это неважно оставшиеся четверть 4 шара обязаны пойти в ту же самую ячейку где лежит первый шаг соответственно ответ 6 делить на 6 5 единичка делить на 6 4 единичка делить на 6 4 согласны третий пункт какова вероятность что в первой ячейке три шага а во второй не роте в третьей ячейке ваша это будет события си в первой ячейке три шара в третьей ячейке два шага но друзья я думаю вы суть уже уловили помогайте мне или сами решать это равняется размер множества си на размер омеги размер омеги мы знаем 6 5 давайте почитаем размер множества си нам нужно что в первой ячейке было три шага выберем три шара из пяти и положим их первые чем теперь нам надо из оставшихся двух шаров выбрать два и положите в третью чик 2 из 2 2 из 2 это один можно не записывать все это ответ 3 из 5 9 на 6 5 просто для тех кто знает комбинаторику просто 4 какова вероятность что в какой-то какой-то ячейки будет три шара и в какой-то ячейки будет вам бы ваша но обозначим это буквы и это равняется размер множества и события на размерами ну а мега мы уже знаем наш старый друг 65 опять же правило умножения решение задач по этапам в какой-то ячейки должно быть решать выберем ее один из шести то без шесть мы выбираем ячейку в которой положим пишем выбрали че теперь выберем три шара из пяти и положим их в эту ячейку все в это выбрали чеку положили метриша теперь из оставшихся пяти ячейки надо выбрать одну которую положим ваша выбрали ячейку выбираем два шара из двух и кладем и миссия закончена шары раскиданы нужно перемножить эти числа согласно правилу умножения и у нас есть готовый ответ я рекомендую вам когда вы записываете с такой форме когда вы учитесь когда вы решаете задачу не полегнитесь возьмите калькулятор и досчитайте до конца потому что может получиться что у вас есть ошибка и вы увидите например что у вас получилась вероятность больше единицы если вы получили вероятность больше единицы однозначно ошибка если меньше единицы это еще не значит что нет ошибки но хотя бы сделайте такую элементарную проверку как оберег чтобы оберечь себя от совсем глупой может быть не глупо пятый пункт какова вероятность что все шары будут лежать ровно в двух ячейках опять же попробуйте решить самостоятельно это событие данная вероятность равняется размер множества и делить на размерами сами ли все просто 65 давайте посчитаем размер множества и все шары должны лежать в двух ячейках каких да в каких-нибудь нужно выбрать из шести ячейки 2 в которой мы раскидаем все шары мы выбрали две ячейки в которой раскидаем шар теперь нам надо раскидать шары у каждого шара ездил возможности пойти в левую чайку или вправо это дает нам 2 5 но если так мы будем раскидывать шары может получиться что все шары пойдут в одну ячейку левую всех из выбранных или вправо то есть мы учли два варианта неверных видно их надо вычесть это правильный ответ и последний пункт в этой задачи 6 какова вероятность что все шары будут в разных ячейках все шары в разных ячейках иными словами ни в одной ячейке не будет больше чем один шар иными словами в каждой ячейке 0 или один обозначим это событие буквой f вот она наша формула омегу мы уже знаем 6 5 теперь давайте посчитаем и нам нужно раскидать шары так чтобы каждой ячейке было не больше одного шара берем 1 шар он может лежать где он угодно может пойти в любую че 6 вариантов теперь берем 2 шар он уже не может лежать белку он не может пойти в ту же ячейку где лежит первый шар соответственно 2 шара 5 вариант 3 шар не может занять ячейку первого шара идти у второго шара 4 вариант 4 шар и 5 шар ответ можно записать вкратце 6 факториал на 6 степени я одна шестерку можно сократить 5 факториал на 6 4 5 факториал это 120 3 4 это 36 квадрате я не могу 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 Продолжение следует...